Здравствуйте, дорогие друзья! Компания Apple представила третье поколение своего самого персонального мобильного гаджета, который стал по-настоящему мейнстримом. В этом видеоролике я вам расскажу, почему вы возненавидите Apple, свою страну и, может быть, даже себя. Так что будет интересно, усаживайтесь поудобнее. Еще до начала презентации One More Thing, проходящего в Театре Сила Джобса 12 сентября, мы уже знали, что главным нововведением третьего поколения Apple Watch станет наличие сотового модуля, благодаря которому нам наконец-таки дадут возможность полноценно использовать свой гаджет без привязки к iPhone. Но что-то пошло не так. Главная проблема нового релиза заключается в том, что мы живем в убогих, слаборазвитых странах. Да, это я про постсоветское пространство. Союз неружимый! Отсутствие конкуренции, менталитет и прочие факторы стали залогом того, что все самые передовые технологии к нам приходят, ну, скажем так, с довольно ощутимым запаздыванием. А я сама сюда дошла, на лыжах! Все дело в том, что в новых Apple Watch третьего поколения не вставляется сим-карта. Казалось бы, что тут такого, внедрить слот под нано-сим-карту? И не было бы никаких проблем, потому как мы спокойно пошли бы к нашему мобильному оператору и сделали дубликат основной сим-карты с тем же номером. Но все-таки лоток для сим-карты и сама сим-карта, и, разумеется, коннектор, который будет считывать всю информацию, занимает для столь компактного гаджета довольно внушительное количество пространства. И Apple пошла грамотно в этом вопросе, как минимум со своей стороны. Они внедрили новый чип, называемый eSIM, то есть электронная сим-карта. Вы покупаете третье поколение Apple Watch, идете к своему мобильному оператору и привязываете к этому чипу свой номер. Тот основной номер, который вы используете на iPhone. Но вся проблема заключается в том, что технология eSIM на данный момент, на момент снятия видео, используется только в 10 странах мира. И, разумеется, ни Россия, ни Беларусь, ни Казахстан, ни все другие страны СНГ не входят в это число. И то, даже не все мобильные операторы в этих 10 странах поддерживают эту технологию. И вроде бы получается, выпустили новые часы с прежним дизайном. Ну ладно, хоть без косяков. Там обновленное железо, хотя почему-то, например, модуль Bluetooth 5-го поколения, как в iPhone X, не добавили. Используется старый Bluetooth 4.2. Да и время автономной работы, хоть по презентации оно и выросло, приблизительно с 3 до 5 дней. Хотя по факту, я считал спецификацию, все так же до 18 часов автономной работы. Но вот самая главная фишка, благодаря которой нам больше не нужен iPhone, хотя бы во время бега или велозаезда, в наших странах будет недоступна. И это действительно печально. Я вот лично очень ждал третье поколение Apple Watch по двум основным причинам. Первое, это производительность, то есть чтобы была более плавная быстрая работа сторонних и штатных приложений. И в принципе, Apple этого добилась, судя по первым тестам. И второе, это, конечно же, сотовый модуль. Но, увы, разница в стоимости между часами с целлюлар, то есть с красной кнопочкой на коронке и обычными Apple Watch Series 3 с GPS составляет 60 долларов. И тут стоит закономерный вопрос, стоит ли переплачивать эти 60 долларов с зазором на будущее? Ну, по крайней мере, жителям России, я думаю, все-таки стоит, хотя бы потому, что там есть какая-никакая конкуренция между мобильными операторами. И не исключено, что, допустим, какой-нибудь Beeline в скором времени, ну хотя бы в течение полугода, выпустит поддержку этой функции. Об этом мы узнаем из СМИ немножечко позже. Но вот остальным странам, вроде Украины, Казахстана, конечно же Беларуси, особо надеяться на эту возможность не стоит. Ну, пока что мы с вами еще далеки от того, что мы родим. И лучше не переплачивать. Вот и получается, что после презентации тебя посещают чувства горечи, боли и неудовлетворенности. В любом случае, я куплю третье поколение Apple Watch и полностью расскажу вам об этом устройстве поподробнее уже в будущем. Предзаказать часы в Америке можно будет с 15 сентября, в России пока эта цифра неизвестна. Старт продаж в Америке начинается с 22 сентября, а в России с 29 сентября по следующим ценам. Ну а на это все. Буду надеяться, что вам этот видеоролик понравился. Да, может быть он не такой информативный, как тысячи технических характеристик, которые не так уж и сильно и изменились. Но главную суть я передал. На этом все. С вами был Вадим Ищенко на канале ProTech. До скорых встреч. Увидимся в следующем видео. Разумеется, если подпишетесь на канал. Пока-пока.